Здравствуйте, зрители канала УТатьяны. В сегодняшнем видео мы будем делать своими руками освежители воздуха. Не покупать в магазине, а делать своими руками. У каждого дома, наверное, есть туалетная вода. И она заканчивается, чуть-чуть на дне остается и жалко выбрасывать баночку. Из нее можно сделать красивый и очень-очень пахнущий освежитель воздуха. Можно сделать еще из кофе, можно из чая, можно из хвои, из любых предметов, из любых подручных средств. Начнем приготовление освежителя воздуха. Вот у меня есть баночка из-под туалетной воды. Она мне очень нравилась. Ну вот, посмотрите, она уже почти закончилась. Жалко выбрасывать баночку. Сегодня я сделаю из нее хороший освежитель воздуха. Нам понадобится баночка из-под туалетной воды. Вот такие шпажки для шашлыка. Я их пропарила. В кипяченой воде минут 10-15 высушила. Они сгодятся для освежителя воздуха. Еще нам понадобится кипяченая вода или лучше дистиллированная вода и шприц. С помощью шприца мы будем наливать в воду баночку. Начнем. Баночка должна быть наполнена где-то наполовину. С помощью шприца это делается намного быстрее и удобнее. Потому что если вы будете наливать, вы обязательно разольете воду. Такой освежитель воздуха может существовать до месяца. И пахнет будет он на всю комнату. Можно ставить и в туалете, можно ставить в любой комнате. Удобно, быстро и, главное, не затратно. Вы не покупаете дорогущие освежители воздуха, которые быстро используются. Теперь берем шпажки. Можно 4-6 штучек. Сколько влезет в горлышко баночки. Они будут проводниками. Будут излучать пахнущие разные запахи. Вот один освежитель воздуха готов. Из чего же можно еще приготовить освежитель воздуха? А из кофе. Вот у меня есть кофе. Свежемолотый зерновой кофе. Вот такой мешочек. Где-то 5-6 ложечек свежемолотого кофе. Засыпаю в мешочек. Закрываю этот мешочек. И его можно повесить кругом на кухне, в шкафу. Запах будет обалденный. Запах свежести и чистоты. Вот так. Теперь затягиваем. И освежитель воздуха готов. Если вы хотите, чтобы у вас в холодильнике был приятный запах, я вам советую сделать освежитель воздуха из чая. Желательно, чтобы чай был ароматизированный. Листья чая натягивают на себя неприятный запах из холодильника. И поселяют в нем очень приятный запах чая. Такой освежитель воздуха может существовать приблизительно 3 недели. А после этого вы меняете на другой чай. И в вашем холодильнике всегда свежий и приятный запах. И еще один освежитель воздуха, который я хочу вам предложить. Мне он очень нравится, но над ним нужно поработать. Это хвоя. Вы знаете, как пахнет хвоя. Это запах свежести. Берем хвою. Берем емкость. С помощью ножниц мы нарезаем мелкими-мелкими вот такими кусочками хвою. Веточки. Помещаем в посуду побольше. Такой освежитель воздуха будет готовиться где-то в неделю. Мы зальем хвою спиртным водкой. За неделю хвоя отдаст свои ароматы, свои запахи в водку. А потом мы просто возьмем посуду с поливизатором. И будем использовать этот освежитель воздуха кругом. Только нужно знать, что разводить нужно один к одному. Наполовину с водой. Такой освежитель воздуха может храниться долгое время. Все. Теперь что мы делаем. У нас уже есть приготовленная водка. Заливаем нашу хвою водкой. И накрываем. Ставим в темное место. И в течение недели наш освежитель воздуха будет готов. Этот освежитель воздуха хорош тем людям, кто страдает аллергией. Потому что он является естественным и натуральным. А также для тех людей, которые не хотят срубить елку, хотят, чтобы деревья жили. И у кого дома есть, например, искусственная елочка. А вот такой запах напомнит вам Новый год. И все те ощущения, которые есть в Новом году. Так что, если вам понравились какие-то из этих освежителей воздуха, вы можете смело у себя дома их приготовить. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!